МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о наиболее заметных новостях, уходящих 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. При минусовых температурах вершина тёи без тепла и горячей воды. Почему таёжный посёлок оказался не готов к холодам? Между тем, на федеральном уровне решён вопрос о развитии экономики в тёи и абазе. Что там можно развивать и за счёт чего? В интервью нашей программе расскажет первый заместитель главы Хакасии Олег Нам. За неудачное начало отопительного сезона никто отвечать не хочет. В Абакане жильцам дома, пострадавшего в результате порыва магистрали, придётся в суде искать виноватого. Ребёнок сам отказался от родителей. История одной несчастливой семьи в Бейском районе из первых уст. Дом Вильнера открывает свои тайны. Но есть ли там клад золотом? Наши корреспонденты нашли одного из потомков знаменитого минусинского купца. И он дал им ценный совет. И вновь мы начинаем выпуск с вопроса неготовности к зиме. И если на прошлой неделе власти республики дали денег Сорску на покупку угля, в этот раз они срочно спасали вершину тёев, которые практически никак не готовились к холодам. Председатель Верховного совета Владимир Штыгашев прямо назвал ситуацию критической. Причём кроме тёев в тревожный список входит ещё несколько населённых пунктов. Как в Таёжном посёлке ждут тепла? Смотрите далее. В Таёжном посёлке уже несколько дней идёт снег. Ночные заморозки под 10 градусов. Но ни тепла, ни горячей воды в квартирах до сих пор нет. Более полутора тысяч человек по-настоящему замерзают. Детский сад Теремок. Маленькие дети вынуждены спать под одеялами и в одежде. По утрам температура в комнатах опускается до плюс 10. Чтобы спасти малышей от замерзания, родители за свой счёт купили обогреватели. Четверть ребятишек в детский сад не ходят. Простыли. Мы ждём тепла. И дети, и все воспитатели, и сотрудники. Все ждём тепла. И все жители посёлка ждём тепла, когда нам дадут горячую воду и отопление. А местная больница вообще пустую. Здесь каминов нет. Температура плюс 8. Врачи с горечью шутят условия, как в морге. Пациенты приходят только на процедуры и бегом домой. Больные получают лечение. Те, которые ходячие, они у нас уходят домой, получают лечение. Те, которые у нас лежачие, мы их отправляем в Масийскую больницу. Вот только в собственных квартирах с ледяными батареями тоже не согречься. Горячей воде даже не мечтают. В квартирах в среднем на 5 градусов выше, чем на улице. В школе сидим в куртках, все учителя уже переболели. И с 1 сентября по половине класса уже в школу не ходят. Причина ледникового периода в посёлке проста, как дважды два. На котельной нет угля, хранилища пусты. Однако руководство предприятия уверяет, если бы не отсутствие угля, тепло и горячую воду уже давно пустили в посёлок. Все последние недели в усиленном режиме готовились к отопительному сезону. Один котёл полностью отремонтирован, второй закончит на днях. Мы провели ему ремонт текущий, то есть замены, ревизии провели. Провели ему гидравлические испытания, подготовили к работе. Стала столько уголь. Сейчас в посёлке работает районная прокуратура. По документам, отопительный сезон в вершине Тёи должны были начать ещё 21 сентября. Надзорники разбираются, были ли у местных властей объективные причины сорвать сроки подачи тепла. Вообще, по закону, на котельной должно быть угольного топлива как минимум на две недели. Но его сейчас нет. Мы прореагировали в адрес администрации поселения. Если меры приниматься не будут, будут приниматься уже более суровые меры в отношении угольных поселений. Месяц назад котельные и тепловые сети в вершине Тёи передали муниципалитету. В МУП УЖК прежний хозяин «Востоктехмонтаж» обанкротился. Сейчас коммунальщики оправдываются. Отопление до сих пор не включили из-за обязательных и долгих процедур переоформления документов. Без них железная дорога не доставит уголь. Но ждать тепла, по их словам, тёйцам осталось совсем недолго. На миллион субсидий от правительства республики уже закупили 12 вагонов угля. Четыре из них уже сегодня вечером должны прибыть в таёжный посёлок. Так как система стояла очень долго, пока мы её прогреем, потом постепенно мы начнём подключать сначала социально значимые объекты. То есть детские сады, школы, больницу. А потом уже постепенно, да, это где-то будет, наверное, в субботу, так, сегодня у нас четверг, в пятницу, в субботу к вечеру. Я так думаю, что уже люди почувствуют тепло. Похоже, проблемы с отоплением и горячим водоснабжением в посёлке Вершиной Тёй могут не закончиться никогда. И виноваты в этом не только местные власти, но и сами люди. Общий долг населения перед коммунальщиками – 11 миллионов рублей. А задержать огромный посёлок бесплатно никто не станет. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Проблема с отоплением не так сложна, как другая задача, которая стоит перед правительством Хакасии – снять зависимость вершины Тёй и Абазы от градообразующего предприятия. В этом вопросе власти добились понимания у Москвы. Так, по итогам переговоров в Минпромторге России, оба населённых пункта могут быть включены в так называемый первый список монопрофильных территорий. А это означает весомую поддержку в развитии местной экономики. Нам нужно всё сделать с учётом вот этих предложений федерального уровня. Помощь финансовая, не только финансовая, в части того, что они берутся, прям вести этих два субъекта или два города своими программами федеральными, найти решение этих проблем, не создавая социального напряжения. Что такое социальное напряжение? То есть должна быть работа. Мы должны создать новое предприятие, которым дадим льготы там совсем по-другому проще. Какие перспективы теперь открываются перед Абазой и Вершиной Тёй? Что за новые рабочие места там могут появиться? Об этом мы поговорили с человеком, который также участвовал в переговорах в Министерстве промышленности, которому предстоят ещё немало встреч и с федеральными чиновниками, и с представителями Евраза. Это Олег Нам, первый заместитель главы Хакасии. Олег Валерьевич, переговоры в Москве прошли, и вот прошу вас пояснить, что теперь ждёт Абазой и Вершиной Тёй? В первую очередь достигнут договоренность о том, что рекомендовать федеральным структурам внести изменения и перевести два моногорода Абаза и Вершина Тёй, посёлок Вершина Тёй, в первую группу моногородов. Речь идёт о том, чтобы размыт, так скажем, монопрофильность и создать на базе двух населённых пунктов возможность развития дополнительных видов производства. Следующий шаг после перехода моногородов из второй категории в первую – это создание на их базе уже территории, прежащей социально-экономического развития. Что это даёт? Если в первом случае мы говорим о том, что это привлечение федеральных средств для создания инфраструктуры для развития бизнеса, то в втором – это речь идёт уже о прямых преференциях вновь создаваемого бизнеса. То есть, проще говоря, на этих территориях создают такие мини-офшорные зоны, по которым новым резидентам будут предоставлены льготы по налогообложению. Вы представляете уже, какое производство можно развивать в Абазе и Тёй? То есть, и насколько реально заманить туда бизнес? Производства должны, во-первых, соответствовать федеральным нормам по форме заполнения и по параметрам. Вот с этой целью сегодня Минэк выехал на территорию муниципалитета для того, чтобы проанализировать уже проработанные ранее комплексные национальные планы, отобрать из них наиболее реальные, довести их до той формы, которая необходима федеральному центру для рассмотрения, и уже будем, так скажем, предоставлять рабочей группе на рассмотрение. Ну, хотя бы некоторые соображения хотелось бы. Это деревообработка будет, производство продуктов питания, туризм. Что можно там развивать? Из тех ранее предложенных и проработанных инвестиционных планов, в принципе, вот те виды, которые вы сказали, мы говорим так, что у нас вот в вершине Тёй, да, знаете, что долгое время уже сборная команда России по лыжным гонкам приезжает туда и тренировалась в различных условиях. Сейчас там уже вводят в первую очередь центры олимпийской подготовки, которые тоже создают дополнительные рабочие места в вершине Тёя. Приезжающее количество спортсменов гораздо больше, чем у нас средства размещения сегодня. То есть это, в принципе, конкурентное преимущество, когда точно четко и ясно по графику, уже по составным календарям спортивных мероприятий можно говорить о том, что приедет такое-то количество людей, у которых гарантированно есть средства, там порядка 1300 рублей на каждого человека в день на проживание и питание. То есть это уже отдельный такой денежный поток, который у нас сформирован. Его тоже нужно сейчас, так скажем, направлять в нужное русло, то есть создавать места приема гостей, то есть гостиницы. Дальше что? Их нужно кормить. Нужны кафе, то есть эта сфера услуг, она однозначно, ее нужно будет рассматривать в приоритете. В рамках такого профильного производства самого рудника есть большое количество, ну, там, видели, будучи в Тёе, да, отвалы, которые породы, которые, в принципе, я считаю, что тоже можно рассмотреть, возможность дальнейшей переработки. Сбор дикоросов, традиционная таежная зона, это тоже дерево-заготовка. Плюс мы не исключаем возможность все-таки создать замкнутый цикл производства металла на территории республики Хакасия. Ну, это, так скажем, далеко идущие планы, но это нужно тоже, тоже нельзя вычеркивать, что называется. Олег Валерьевич, все-таки непосредственно о рудниках хотелось бы поговорить. Дело в том, что у людей там уведомление о сокращении, да, с 1 октября. И все-таки будут ли рудники работать, и что их ждет? Основной, конечно, вектор, который был на совещании в Минпроме, говорил о том, что создать, так скажем, возможность дифференцицировать производство. Что касается непосредственно рудников, этот вопрос тоже был таким ключевым. И, в принципе, предложение Евраза, которое, скажем так, было частично, ими признано о том, что, во-первых, стоимость руды существенно ниже, чем должна быть, то есть не совсем справедливое формирование цены. Второй момент, Евраз как бы предложил определенную форму помощи. Рассмотреть возможность создания фонда, которые он бы мог перечислять, потому что они являются публичной компанией, соответственно, с этим, ну, вроде как бы цена должна быть формироваться рыночной, но понимая, что на сегодняшний день предприятие находится в тяжелом финансовом состоянии, соответственно, и формирование цены по той формуле, которая есть в договоре, она не совсем отвечает реалиям, соответственно, с этим возможность дополнительного, так скажем, производства доплат, либо, так скажем, изменения какой-то формирования цены. Соответственно, с этим мы говорим о том, что эти рудники должны работать, мы говорим о том, что монопрофильность, вопрос снятия, так скажем, режима монопрофильности длительный процесс, это процесс не одного дня, поэтому на период диверсификации эти предприятия должны работать, и это тоже обсуждалось на совещании у министра. И снова об отопительном сезоне, на этот раз в столице республики. Фонтан горячей воды – одна из самых обсуждаемых новостей недели. В понедельник все телеканалы показали кадры, которых в истории благополучного в коммунальном отношении Абакана прежде не было. Для кого-то это было просто зрелищем, а вот для пострадавших жильцов – целая драма. Их жилье и машины теперь нуждаются в ремонте, и, похоже, выплачивать компенсацию никто добровольно не будет. Такое начало отопительного сезона абаканские коммунальщики могли представить только в страшном сне. При запуске тепла всегда происходит нештатная ситуация, но ЧП такого масштаба дает повод усомниться в безупречной подготовке города к зиме. Лопнувшая труба оказалась не только сильно изношенной, хотя район, в общем-то, не старый, но и бесхозный. И поставщик тепла, компания ЮСТК и администрация поспешили откреститься от сомнительного хозяйства. Теплосеть нам не передана, ни в эксплуатацию не обслужена. Теплосеть бесхозяйная. Соответственно, сегодня с администрацией будем решать вопрос о дальнейшей судьбе. Пусть будет это любым бесхозом, каким бы то ни было, но если у человека есть договор, а у управляющей компании есть тоже договор на подачу ресурса, соответственно, есть акты ответственности эксплуатационные. И поэтому сейчас мы дальше как раз и будем эти вопросы рассматривать. В любом случае, собственник помещения и соответственного имущества, в любом случае, ему будет компенсировано. Пока чиновники и коммунальщики решали, как разделить ответственность, жильцы убирались в своих квартирах. Коммунальщики оперативно установили за свой счет лишь окна. А что касается самого жилья, то людям даже думать страшно, сколько денег нужно, чтобы все просушить и привести в порядок. Я думаю, будет устанавливать организация, которая несла ущерб. Должны же быть люди на земле. Действительно, человеческое отношение должно же быть. Несмотря на ожидания пострадавших жильцов, конкретного решения от властей и коммунальщиков до сих пор нет. Зато людям предложили уже сейчас подумать о судебной тяжбе. Идет оценка нанесенного ущерба, и как только станут ясны цифры по каждой квартире и машине, можно писать заявление. У людей есть право, не дожидаясь решения суда, производить ремонты и восстановление имущества. И уже потом они получат компенсацию за это имущество. Либо они могут ждать, когда состоится решение суда, и уже за счет тех средств производить восстановительные работы. Таким образом, администрация Абакана и компания ЮСТК, не договорившись между собой, решили отдать решение вопроса на откуп суду. Подумал ли кто-нибудь об интересах пострадавших жильцов, вопрос открытый. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура, которая взяла ее под особый контроль. Парламент готовится к первой после каникул сессии. В первую очередь депутатам предстоит подкорректировать текущий бюджет. На это влияют и большая стройка для погорельцев, и проблемы с подготовкой к зиме, и другие неотложные проекты. 30 сентября на своей очередной сессии депутатскому корпусу предстоит рассмотреть проект о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на текущий год. Соответствующий документ был рассмотрен на заседании президиума республиканского парламента. Проект закона обусловлен необходимостью внесения изменений в доходную и расходную части бюджета республики на 15-й и плановый период 2016-го и 2017-го годов. Связано прежде всего это с реализацией мероприятий по ликвидации последствий пожаров в Хакасии в апреле текущего года. Выполнен огромный объем строительно-монтажных, других работ. По сути дела привлекались десятки, если не сотни разных подрядных организаций. И сегодня необходимо провести как бы полный расчет с ними за выполненные работы, которые... Хотя часть работы она еще и продолжается, связанных там с водопроводами, со скважинами, с дорогами, с сетью электрически там где-то ревизируется. Впрочем, что касается других моментов, первое, что предлагает уточнить республиканский Минфин, это средства федерального бюджета. Наблюдается увеличение доходно-расходной части на 326 миллионов рублей. На лекарственное обеспечение 54 миллиона, на ликвидацию последствий пожаров, о чем Минкаш уже сказал, 51 миллион, это на пункты временного пребывания людей и на возмещение вреда здоровью и на погребение пострадавшим. На поддержку сельхозтоваропроизводителей 27 миллионов рублей, 15 миллионов пособия безработным гражданам нам дали плюсы, на поддержку предпринимательства 6 миллионов рублей и на поддержку учреждений культуры 4,7 миллионов рублей. Кроме того, документам предусматривается увеличение расходов на выплату заработной платы с учетом субвенций муниципальным образованием, почти 3 миллиарда рублей. Серьезные денежные вливания будут произведены в стройки, имеющие большую социальную значимость для Хакасии. Более полумиллиарда рублей на перинатальный центр. Корпус номер 2 республиканской больницы получит 132 миллиона. Также средства будут перечислены строителям Национального краеведческого музея, почти 9 миллионов рублей, и Национального драмтеатра, 15 миллионов. Вот эти изменения, которые будут на сессии рассмотрены, я надеюсь, будут одобрены и приняты депутатам Верховного Совета. Это увеличение на 4,5 миллиарда, в первую очередь, будет направлено на выполнение социальных обязательств. Это выплаты заработной платы, это различные социальные пособия, дотации и так далее. Основная львиная доля этих средств пойдет в виде субвенций, напереданной полномочиям муниципальным образованием. На заседании президиума Владимир Штыгашев отметил и еще один момент – проблема монопрофильности ряда населенных пунктов. Это напрямую не связано с бюджетом, но решение в том числе возможно только при финансовой корректировке. Ситуация с отоплением сразу в четырех населенных пунктах республики, если не чрезвычайная, то близка к тому. Спикер парламента заявил – корректировка бюджета в том числе связана с решением отопительной проблемы. У нас город Сорск, город Абаза, рудник Тея, поселок Вершина Тея, птицефабрика бройлерная, подсининская. Они по сути у нас остаются без финансирования, без тепла. И там уже снег вокруг Тея лежит везде, а там еще и не думают затопить котельную. Мы вчера с министром, он еще когда на месте был, мы переговорили, и Сергей Николаевич Новиков был. Нам действительно надо посмотреть, если мы там за счет резервного какого-то там источника, который у нас там заложен. Если говорить в целом о бюджете, исходя из предлагаемых изменений, основные параметры на 2015 год сложились следующим образом. Доходы 29,5 миллиардов, расходы 31,670. Дефицит сложился в 2,228 миллионов рублей. Конечно, ситуация в стране в целом не могла не повлиять на местный финансовый документ. Стремительный взлет доллара и падение рубля заставляют федеральные власти прогнозировать бюджет не на три года, а на один. В Хакасии все пока по прежней схеме. Владимир Штыгашев уверен, да и на федеральном уровне ситуация скоро нормализуется. Удобнее будет именно на три года с учетом тех программ, которые у нас есть и реализуются, еще и будут реализовываться. Так, наверное. Я думаю, ну будем следить, если требование будет федерального центра перейти, ну тогда будем смотреть, думать. А так, я думаю, что федеральный бюджет только на 2016 год, на один год приниматься, а потом они снова на трехлетку переходят. Ряд крупнейших производств республики – это экспортно ориентированные предприятия. Это алюминий, это уголь, это в том числе железная дорога в связи с перевозками, так сказать, вот этих вот материальных групп. И по этой причине бюджет республики, ну нам удастся выполнить все то, что мы брали эти обязательства в начале года. Поэтому вот очень важно, что в первую очередь все социальные обязательства будут выполнены. Стоит отметить, данный законопроект включен в повестку очередной сессии Верховного Совета Республики Хакасия, которая состоится на следующей неделе, 30 сентября. В эфире Вести Хакасия – события недели, и мы продолжаем. И сейчас о конфликте отцов и детей, который стал беспрецедентным случаем в истории республики. В Бейском районе девочка из неблагополучной семьи добилась, чтобы ее отца и мать лишили родительских прав. Судимые и пьющие родители не заботились о своих детях и только портили им жизнь. Настоящую семью сироты по неволе нашли в другом доме. Еще в 2010-м у меня назревал этот план, но последняя капля стала буквально, когда я была в восьмом классе. А что случилось? Ну, мы с папой сильно поссорились и как бы начала выгонять нас. Олеся не хочет показывать лица, ведь большинство знакомых не знают о ее семейной драме. Что видят дети пьющих родителей? Ругань и скандалы, вечная нужда, неухоженный дом. Однажды мать так ушла в загул, что дома от голода сдохла собака. А еще были постоянные придирки со стороны отца-тирана, который вымещал свою злобу на тех, кто не мог дать ему сдачи. Мать ни разу не встала на защиту дочери. Папа настраивал ее против меня, сказал, что он идет от нас, если бы она будет мне чем-то помогать. И она постоянно украдет, что мне давала от него деньги. И когда поступила в колледж, она перестала звонить и общаться, и все такое. Ну никак мама не поинтересовалась, ни разу не позвонила и не спросила. Доча, на что ты живешь, как ты живешь? Она мне говорит, мама, надо мной смеется, что мне не помыться, не переодеться, не одеться. Ничего нету, как жить на стипендию. Вот в наше время можно прожить в городе на стипендию? Надежда Пахомова – ангел-хранитель в судьбе сироты. Именно эту женщину она считает своей настоящей мамой. Это она приютила Олесю с сестрой и братом, когда биологических отца и мать посадили в тюрьму. Это в ее семье девочка почувствовала себя родным и нужным человеком. Надежда Пахомова – приемная мать десяти детей и живет здесь хоть и скромно, но дружно, не боясь никакой работы и трудностей. Но в прошлом году биологическая мать вышла на свободу, и Олеся вместе с братом и сестрой должна была вернуться домой. И когда мама приехала, она криком кричала в опеке, я не поеду с тобой жить, я не буду, мама, с тобой жить. Ты мне никто, у меня вот есть мама, мне другой мамы не надо. И вот, ну, закон был на ее стороне, она не была лишена прав. После очередного скандала в родительском доме Олеся просто сбежала к приемной матери. Но просто по своему желанию находиться в Бондарево несовершеннолетний ребенок не мог. Поэтому девочка обратилась в органы опеки за помощью, чтобы ей назначили мамой того человека, которого она таковой считает. Однако просьба осталась без ответа. Лишь спустя год девочка нашла понимание у прокурора района, которая помогла довести дело до суда. Лишение прав состоялось в конце августа. Вы знаете, она даже, вот другая бы мать подошла, обняла бы, сказала, доченька моя-то или что-то еще. Она как будто ее не знает, она и никто, и она никакого отношения к ней не имеет. Когда судья ушел на принятие решения, я ей говорю, у вас, говорю, материнского сердца нет. Я говорю, вы такую девчонку, это золото, не ребенок. Вы как? Ну, она мне сказала, ты не учи меня, не лечи меня. Я знаю, как я живу. Биологическая мать Олеси живет в соседней деревне, но девочка ни разу ее не навестила. Она вычеркнула ее из своей жизни. Ее случай первый в юридической практике, когда родители лишили прав по заявлению их родного ребенка. Уникальный он и потому, что, как правило, госорганы нацелены на сохранение кровных уз. А вот сама история несчастливой семьи очень даже заурядна. Прокурор Бейского района знает немало случаев, когда пьющие люди совсем не против избавиться от своих детей. Смотришь на пьющих родителей, особенно на мать, у нее происходит угасание родственных чувств. Ей ничего не нужно. И я вижу безысходность в этом. Я не вижу результата своей работы, поскольку мы ничего не можем сделать. Мы можем только давать оценку контролирующим органам, органам, субъектам профилактики, которые должны отвечать за это, которые должны пресекать такие случаи. Эта история должна стать хорошим уроком для органов опеки, работу которых надзорники признали неудовлетворительной. Сама же Олеся не только отстояла свое право на выбор, в какой семье жить, но и, возможно, получит бесплатное жилье, которое положено сиротам. Соответствующую работу сейчас ведет Бейская прокуратура. Девушка вырвалась из неблагополучной семьи. И сейчас задача государства – помочь ей достойно построить свою жизнь. Почти в три раза должно увеличиться количество льготников, чтобы в будущем году у республики не было проблем с обеспечением их бесплатными лекарствами. Минздрав Хакаси в очередной раз призывает жителей не менять льготу на деньги. Именно стремление большинства нуждающихся монетизировать помощь государству приводит к дисбалансу, когда республика получает недостаточно средств для покупки бесплатных медпрепаратов. Минздрав не первый год говорит о проблеме, корень которой – несовершенстве законодательства. Депутаты пока не спешат прислушиваться к чиновникам от медицины, поэтому ведомство вынуждено взывать к сознательности населения. Тем более, что скоро – 1 октября, когда люди должны сделать свой выбор. В первую очередь это касается тех граждан, кто является инвалидами по заболеванию и пользуется набором социальных услуг. Для того, чтобы они понимали, что купить лекарства на те деньги, которые они хотят монетизировать, то есть получить, они не смогут. Потому что реально сегодня на рынке лекарства стоят дороже, чем предусмотрена норма государственная. Поэтому нам бы хотелось, чтобы граждане, те, которые страдают заболеваниями, потом в них не возникали проблемы в поиске денег дополнительных или лекарств, или обращения еще куда-то за помощью, чтобы они могли воспользоваться и получить эти лекарства бесплатно, как это предусмотрено государственной нормой. К другим темам. Похоже, в Минусинске строители разгадали одну из тайн дома Вильнера. Напомню, сибирский зимний дворец сейчас переживает масштабную реконструкцию. Власти хотят вернуть ему исторический вид. Елена Крылова не только увидела, что обнаружили строители, но и разыскала потомка знаменитого купца, чтобы расспросить его о самом главном. Минусинский дом Вильнера, пожалуй, мало кто не знает о малом сибирском зимнем дворце. Этот особняк на улице, ныне Октябрьской, уже век будоражит умы любителей тайн. Кто-то верит, что по этим залам бродит призрак богатого купца. Кто-то уверен, что здесь Вильнер спрятал золото. Не менее любопытна легенда о подземных тоннелях. Согласно преданию, их было четыре. Якобы два из них вели на пристань и в городскую церковь. Об этом говорят уже сотню лет. И вот на четвертом месяце реконструкции строители делают открытие. За моей спиной там конный проезд находится. А чуть дальше, ниже, там подземелье и в виде арки сделан потолок. И видно, что уходит под землю. Там был подземный ход. Что именно кроется за загадочной дверью, узнать, наверное, так и не получится. Вскрывать кирпичную кладку никто не будет. Это не входит в проект реконструкции. Само по себе восстановление здания уже событие. Когда-то я здесь учился лет 50 тому назад. И мы всегда с восхищением как-то подходили к этому зданию. Здесь была аптека. А потом был разочарован, когда увидел, что он в заброшенном состоянии. И вот насколько мне сейчас интересно и насколько восхищен, что смотрю, идут работы по восстановлению этого здания. Дом Вильнера стоит на улице Октябрьская. Это сейчас здесь тихо. До революции именно эта площадь, она называлась Субботняя Базарная, была центром Минусинской всего уезда. В 909-м Герш Вильнер, самый уважаемый купец, начинает строить особняк. Здесь он размещает банк, реальное училище, кафе и кинотеатр. Всё это для жителей Минусинского уезда. Сам живёт скромно, по предположению историков, в этом деревянном доме. По улице Петра Великого. Сейчас штабной. Он же ведь строил не для себя любимого апартаменты. Это всё зачитывалось. И тогда человек уже мог располагать купец третьей гильдии, потом он мог стать купцом второй гильдии, первой гильдии и так далее. У купца Вильнера есть потомки. Один из них – Владислав Яркин. Он двоюродный правнук Герша Вильнера. Сегодня живёт в Сочи, работает в городской администрации, руководит спортивной школой. Семьи родиться, они передаются из поколения в поколение. В нашей семье мы, вот, дедушка Марка Яркина, которого мы знаем, общаемся, вот у него был такой герш Григорий Маркович его, но по темно, Герш Мардукович Вильнер, как бы богатым человеком, меценатом в Сибири, вещами занимался. Ну, многие знаем его историю. Марк Яковлевич его помнит, много рассказывал об этом, знаем, что дом Вильнера там существует. Потомков сибирского купца сегодня не так много. Вместе со всей страной семья прошла войну. Там же евреи, они многих немцев сожгли прям в печах, вот скажем так. Вы представляете, клан Вильнера, да, сам Герш Мардукович, да, и там, допустим, там четверо, я не совсем скажу, что в районе вот этого было детей. И у каждого, кроме Якова Григорьевича, было тоже по четверо-пятеро детей. И все погибли. Известны в семье легенды о доме Вильнера, о подземных ходах, например. Собственно, такое здание не могло не иметь загадок. Строители признаются, это один из самых интересных и сложных проектов. Печки, голландки, кованые решетки, потайные комнаты. Один только сейф на втором этаже со всех сторон защищен нишами. И настолько тяжелый, что продавливает стену внизу. Однако искать клад, похоже, занятие бесполезное. Когда большевистская власть ушла, он все отдал, несколько минут не было. И, по слухам, он потом переехал жить в Питер, где в Благодаре от голода сканчивается. Следующей весной строители начнут работать на улице. Им предстоит полностью очистить здание, то есть удалить всю краску с кирпича. А также восстановить архитектурные элементы и кованые украшения. По плану реконструкция должна завершиться в декабре следующего года. К тому времени дом Вильнера окончательно вернет себе исторический вид. На этом наш выпуск завершен. И желаю вам приятного окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч.